Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Будут приняты все противопедемические меры. Всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты и даже индивидуальными ручками. Проголосовать также безопасно можно будет и у себя дома, подав заявку заранее. Наши корреспонденты выяснили, какие поправки важны для северян и намерены ли они прийти на избирательные участки. Ну мы, выросшие в Советском Союзе, активно политические люди. И считаем своим долгом поддержать, если нужно, в добрых делах и в правильных делах и решениях нашего правительства. Не-не, я не агитирую, не агитатор такой, но я действительно искренне это считаю. Да и хорошая конституция, и хорошие поправки. Даже то, что наш любимый Путин будет постоянно или не будет постоянно, нет альтернативы пока. Так что пусть рулит. Все идут и я пойду. А какие для вас самые главные будут поправки в этой конституции? Не могу ответить. Не знаю. То есть поставите галочку за все поправки? Да. Скажите, вы будете голосовать за поправки в конституцию? Буду. Будете? Буду. У вас такая активная позиция. А почему вы считаете, что нужно пойти против? А вы пойдете голосовать? Ну, пойду. А почему вы считаете, что нужно идти голосовать? Ведь некоторые останутся дома, чтобы не тратить свое время. Ну, потому что как бы это наша конституция, то есть наши законы и народ правит решать. Для вас какая самая главная была бы поправка в конституции? Здоровье детей и финансовые проблемы. Ну, конечно, конечно, обязательно пойдем. Для вас какая самая главная поправка была бы принята? Для вас именно? Что самое главное? Да, откровенно говоря, не знаю. Ну, что-то, наверное, чтобы защищало будущее поколение. Ну, и по здравоохранению. И плюс то, что все равно время меняется. Вот. И какие-то, ну, связанные с там, с IT-технологиями, там, или с этими генномодифицированными продуктами, с загрязнением окружающей среды. Наверное, только вот это самое важное.